Злобная Росомаха, поговорим о рестлинге. И сегодня будет понятно даже тем, кто абсолютно не отдупляет, что такое минус 6 звезд, потому что сегодня мы поговорим абсолютно серьезно. Выпуск будет посвящен Стефани Вакер, которая покидает мексиканскую контору CMWL и перебирается в WWE. Казалось бы, ну перебирается и делов-то, но по факту в этом случае и Вакер, и ее новый работодатель просто плюнули в сторону мексиканцев, у которых в последние пару лет все начало налаживаться. Промоушен уверенно получает популярность. Они разобрались в том, как показывать свое шоу американцам и монетизировать это на ютубе. Вроде даже появляются новые звезды, и одной из этих звезд стала именно Стефани. У нее в прошлом была страшная история с домашним насилием, в котором она обвинила другого рестлера, которого отправили за решетку, и я ни на что не намекаю, но ровно после этого ей дали невероятный пуш. За полгода она выиграла два турнира, собрала два набора командных титулов, получилась главное сольное чемпионство. Благодаря сотрудничеству с New Japan она стала и женской чемпионкой американского отделения. В безумном рэнкинге Pro Wrestling Illustrated она заняла второе место среди всех рестлерш, выступающих в Мексике. Рейтинг в кейдж-матче за последние полгода 9,2, у CM Punk 8,8, у Taker за это же время 9,07. Благодаря полученному хайпу она добралась и до All Elite, где в посредственном матче проиграла Mercedes Monet. Через неделю после этого она возвращается в Мексику и на фоне информации об уходе проводит матч, где могла бы проиграть свои титулы, но нет. Вакер плюнула в сторону тех, кто вытащил ее из грязи и свалила. Она также прокинула и новую Японию, и даже британский Revolution Pro, где у нее уже были назначены матчи. Как пишут мексиканские СМИ, в CMWL с уходом рестлеров все достаточно просто. Удерживать вас никто не будет. Просто проведите последний матч, проиграйте титул, поучаствуйте в красивой прощальной церемонии. Как это было, например, в ситуациях с Синкарой, Альберто Дель Рио, Гранд Металликом, которые перебирались в WWE вполне честно, но это было при Винсе Макмене. А говорить что-то положительное про те времена сегодня нельзя. Зато нужно всячески облизывать яйца новому режиму, который банально украл рестлера у другого промоушена. А еще вся эта ситуация в очередной раз показала Солруке, Джейди Паркер, Джакари Джексон и другим реально развивающимся молодым рестлершам WWE, где будет их место. Да-да, именно у Параши, когда пусть даже самый небольшой хайп получит любая бездарность из Японии, Мексики, из любых вонючих инди. Но сегодня никак нельзя говорить про то, что в NXT плюют на девушек с прекрасным спортивным прошлым, подбирая любой мусор с высоким рейтингом на кейдж-матче. Так что именно Стефани Вакер получает минус 6 звезд от VSPlanet.net И я прошу лишь об одном. Да перестаньте уже тащить в WWE абсолютно все, что плохо лежит. Хотя бы до следующей недели. Злобный Росомаха. Услышимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!